С портретом деда на Парад Победы Специалисты медиапортала стилизовали снимки под военную тематику, а также абсолютно бесплатно распечатали их. Получить готовые снимки можно было накануне в редакции и в день празднования Великой Победы. 9 мая родственники фронтовиков собрались у центрального входа в парк имени Кустахи Тагурова. Оттуда началось торжественное шествие на площадь Свободы с портретами в руках. За действием наблюдали сотни великавказцев. Они пришли почтить память тех, кому каждый обязан свободой и жизнью. Так студентка Арина Децуева прошла с портретом своего прадеда, Сосламбека Султанова, который воевал на Первом украинском фронте и принял участие в самых тяжелых боях на Украине. Он не любил рассказывать о войне. Он говорил только то, что они пришли после разведчиков, они первые дошли до Берлина. Тогда это было очень круто. Мама рассказывала, что из всего Советского Союза, в частности из Украины, его фронтовые друзья присылали ему открытки. И эти открытки были очень интересно подписаны. И там было написано не с Новым годом, а с новым роким. И маму это очень забавляло, ей это нравилось. И эти открытки дедушка долго хранил. Всего в акции приняли участие около 50 человек. В их числе оказалась и Фатима Хосонова, внучка Ибрагима Андреева, который до недавних пор считался без вести пропавшим. Мы только недавно узнали, что он погиб в Краснодарском крае. Сейчас высечено его имя на мемориальной доске. Большое спасибо за акцию. Мы должны помнить наших предков, которые ценой собственной жизни подарили нам свободу. К сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше. Но память о них должна сохраняться. Именно для этого проводятся подобные акции. Ангела Кубалова, Фатима Макиева, Евгений Маркин, Осетия ТВ.